Встречи с жителями в формате выездной администрации проходят по всему городскому округу. На вопросы Люберчан совместно с профильными заместителями и представителями управляющих компаний отвечал и глава городского округа Владимир Волков. Какие вопросы задавали на встрече, расскажет наш корреспондент. На этот раз встреча в формате выездной администрации состоялась во дворе 16-й гимназии. В прошлом году жители многоквартирного дома 8-7 на проспекте Гагарина на общем собрании собственников собрали подписи для участия в программе «Мой подъезд». Обращения в управляющие компании приняли и МКД включили в список. Но из семи подъездов внесли только три. Когда я обратилась в управляющую компанию в этом году, нам сказали, что только три подъезда могут включить в эту программу. То есть четыре подъезда наши останутся на 26-27 годы. Разве это разумно так проводить работы по этой программе? Это весь дом загрязнится. Вы понимаете, и соседи, и все будут недовольны. На обращение жителей этого дома ответил глава городского округа Владимир Волков. Вот этот дом, адрес точный, задерживая, после протокола Сергея нашел, я карпал. Да, что мы делали, это самое главное. Я думаю, ремонт на следующий год, на 25-й, а не 3-й. Также жители обращались с вопросом о незаконном строительстве торговых площадок. На северной стороне Люберец в начале лета возвели три новых павильона. Продают, да, в основном овощи, развалы фруктовые. Все это стоит непосредственно в близости от дороги, в открытом виде, чаще всего. Там арбузы разрезаны, так вот стоит. Это одно из основных, наверное, нарушений. Также осуществляется продажа без кассового оборудования. Суровенькам полиции удалось вынести три постановления по трем точкам. Сегодня мы обратились уже непосредственно к главе города Люберец. Мы надеемся и очень хотим, чтобы вопрос взят был на контроль. И действительно, незаконные торговые точки были демонтированы. В ближайшее время эти торговые точки демонтируют. Ряд обращений коснулся благоустройства территорий, содержания контейнерных площадок и вывоза мусора. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение.